Рубрику представляет компания Сенегория Рубрику представляет компания Сенегория По словам Владимира Подласа, этих денег должно хватить, но как скоро они поступят на счета клуба, неизвестно Первые игры «Уральца» выпали на выездные матчи с Тюменью и Тобольском 14 и 16 апреля Любители футбола соберутся на стадионе «Юность» только 20 апреля Нижнетагильский «Уралец» будет принимать аутсайдера дивизиона «Пермский Амкарс-Дюшор» Полный календарь игр «Уральца» смотрите на сайте всеновости.nt.ru Последнюю выездную серию «Спутник» начал в Тольятти матчем с местной «Ладой» В первом периоде счет так и не был открыт В начале второго игрового отрезка почти на полторы минуты «Спутник» получил преимущество в два хоккеиста Однако не сумел воспользоваться таким подарком Успеха тагильчане добились в равных составах При выходе 2 в 1 Дмитрий Уткин не стал делать передачу партнеру, а пробил поворотом Потом команды еще раз обменялись голами Концовку матча активнее начали хозяева, и на 47-й минуте «Спутник» оказался в роли догоняющего Пропустив два гола в течение 40 секунд Тренеры нашей команды взяли тайм-аут, что дало возможность переломить ход игры На исходе 58-й минуты, когда один из игроков «Лады» отправился отбывать штраф Лучший снайпер «Спутника» Егор Рожков спас команду от поражения Сходу отправил шайбу в ворота, в итоге 3-3 Исход встречи решился в овертайме, и победу тагильскому клубу принес прицельный бросок Дмитрия Уткина Следующий матч «Спутник» проводит сегодня в Саратове с местным «Кристаллом» Итоги этой встречи вы узнаете завтра в это же время Александр Сальников, Егор Егошин, новости спорта Тагил ТВ Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» И вам доставят воду из экологически чистого источника Расположенного в заповедном уголке природы Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха Телефон службы доставки 40 1207 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова